Стройка в режиме онлайн и речь идет не о знаменитом реалити-шоу. Камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», позволяют в режиме реального времени наблюдать за тем, как идет ход работ на объекте. Это дисциплинирует рабочих, позволяет застройщику следить за сроком исполнения работы инспектору главгостройнадзора, контролировать объект, не покидая рабочего места. Первый плюс – это сокращение проверок государственного строительного надзора. На сегодняшний день в Государственном строительном надзоре по рискоориентированному подходу мы в этом году сократили все проверки в среднем до 7 проверок на объект. То есть это на жилье 10 проверок, на нежилье это 7 проверок. При введении исполнительной документации через портал государственных услуг в электронном виде плюс видеокамеры в «Безопасный регион» сокращаются на жилье до 7 проверок и на нежилье до 5 проверок. Стройплощадка будущего гипермаркета «Косторама» видна как на ладони, причем не только крановщикам. Динамическая камера позволяет заглянуть в любой уголок объекта. Управлять ей можно с помощью смартфона. В объективе еще одной камеры, подключенной к системе «Безопасный регион» – въезд на стройку. Всегда можно посмотреть и увидеть, что в каждый момент происходит. Например, в те же выходные у нас, скажем, стройка, она практически без выходных. То есть, ну, всегда можно зайти и посмотреть количество рабочих и те или иные работы, которые выполняются в те или иные дни. Застройщик, который занимается возведением гипермаркета, не только установил видеонаблюдение на объекте, но и перешел на электронный документооборот. Для этого, разумеется, пришлось затратить дополнительные средства и время. Зато теперь инспекторы главгостроенадзора будут реже приезжать сюда с проверками. К примеру, заказчик подал акт скрытых работ на монтаж подземной части. Мы смотрим непосредственно сам факт выполнения акт скрытых работ, смотрим исполнительную и производственную документацию, которая необходима к этому акту, и можем согласовать непосредственно этот документ, не уезжая на объект. Преимущество электронного документооборота и видеонаблюдения уже оценили 33 застройщика Московской области. Один из них в Одинцовском районе. Но в следующем году число тех, кто готов работать открыто, увеличится, считают эксперты. И это обязательно отразится на качестве возводимых объектов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.